Здравствуйте! В эфире программа «День города» и Марина Комиссарова. Смотрите сегодня. За ВДВ. Как в десантной столице отмечают свой праздник представители элитных войск? Временно исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов ответил на вопросы журналистов. 13-летняя велосипедистка убита прямо на обочине дороги. Следователи разбираются в обстоятельствах. Пресс-конференция временно исполняющего обязанности главы региона Николая Любимова состоялась сегодня в правительстве области. На ней побывала Алена Куколева. Пресс-конференция длилась больше часа. Журналисты успели задать около 30 вопросов. Несмотря на количество наболевших и обсуждаемых тем в регионе, первым вопросом стало обсуждение бренда города. Так сильно новый логотип возбудоражила общественность. Если рязанцам это не понравится, значит не будет такого логотипа у нас. Если рязанцам понравится, допустим, купола церквей, значит будем купола церквей. Если понравится калаврат, значит калаврат. Давайте просто обсудим этот логотип так, чтобы нравился и рязанцам. И что самое главное, это чтобы говорило о нашем городе и о нашей области тем, кто потенциально может сюда приехать. Экологическая ситуация в городе сложная. О необходимости установки очистных сооружений в Рязанском нефтеперерабатывающем заводе говорят уже давно, но ни сроков, ни что будут представлять для себя эти сооружения, по-прежнему неизвестно. Какие средства и в какие сроки будут выделены на реконструкцию очистных, конечно, должны сказать, я думаю, представители самой компании, потому что за них мы просто этого сказать не можем. Но я уверен, что процесс идет, потому что мы встречаемся, мы об этом договариваемся. И насколько он будет быстрее запущен после того, как проектная смертная документация пройдет экспертиза, зависит, конечно, от руководства. Но мы будем просить у них, конечно, чтобы они этот процесс ускорили максимально. Вопросы журналистов касались и здравоохранения. Говорили о сроках окончания строительства корпуса больницы скорой медицинской помощи. Также в некоторых районах области и вовсе нет автомобилей скорой помощи. Нам обещают, и это должно в скором времени состояться, 23 новых автомобиля скорой помощи выделить. Конечно, и Спасский район тоже не обойдем мы в этом отношении, выделим дополнительные машины. И снова сосновый бор. По словам любимого, проверки законности строительства на территории санатория продолжаются. Подробности правоохранителям по-прежнему не разглашают. Сосновый бор – это такая вещь, которую действительно нужно контролировать. И в ближайшее время город уже нам обещал по проекту ПЗЗ, правила землепользования и застройки, утвердить для того, чтобы точно было ясно, что здесь строить нельзя. Или можно строить, допустим, в каких-то уже пригодных для этого границах, но строить с определенной этажностью. Будет ли сохранен за комплексом статус лечебно-оздоровительного учреждения – об этом Любимов говорил еще в начале июля. И выживет ли сам санаторий – эти вопросы пока остаются без ответа. День ВДВ – праздник, ежегодно отмечаемый всеми причастными к службе в этих элитных войсках. Сила и надежность – вот с чем ассоциируются в народном сознании люди в голубых беретах. К нашему городу праздник имеет самое прямое отношение. Славное десантное училище, которое гремит на всю страну и кует кадры для службы в разных частях необъятной Родины, давно застолбило за городом звание столицы десантных войск. В эпицентре праздника побывали наши журналисты. За ВДВ! Слава! 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 2 августа – для них особенная дата. День, когда можно встретиться с боевыми товарищами. Десантники в голубых беретах и тельняшках заполнили улицы Рязани. Главное торжество – на площади Победы. Здесь и те, кто уже отслужил, и те, кто представляет элитные войска сегодня. У меня отец десантник. У меня всю жизнь я хотел стать десантником, поступить. Я единственный из своего поселка, кто идут под династию своего отца по военной службе. Прошедшие все и все, готовые ко всему. Мы гордимся, что находимся на славной Рязанской земле. Первые в воздухе и первые на земле. И никто кроме них действительно так свой праздник не отмечает. За Россию! За наши ВДВ! За Россию! Никто кроме нас! Никто кроме нас! Никто кроме нас! Почему никто кроме нас? Объясните, как дочь десантника. Ну, потому что только мы молодцы. Никто кроме нас не спасет мир. Мы прилетим на вертолете, с парашютом прыгнем и спасем мир. За ВДВ! Здоровья десантова! Всех благ! Здоровья семье и всем удачи! С днем ВДВ! Никто кроме нас! Ура! Купаться в фонтанах – откуда эта традиция пошла? Нам так выяснить и не удалось. Как, впрочем, и увидеть сам процесс. Вы сегодня купаться в фонтане будете? Нет. Сегодня нет. А когда будете? Я думаю, в следующем году. А почему вы сегодня в тельняшке и в трусах? А почему в трусах? Почему в трусах? В шортах, потому что жарко, лето. Но в тельняшке, потому что десантник. У десантника главное сердце в голове, сердце в душе. Душа в сердце или сердце в душе, у кого как. И голова на плечах. В фонтане будете купаться? Нет. Почему? Запретили? Нет. Это не для десантников. Правильные десантники, они не купаются в фонтанах. Они просто культурно отмечают свой день с семьей. Откуда такая традиция у десантников купаться в фонтанах? Это никому еще не известно. А вы будете сегодня купаться? Навряд ли. Мы уже вышли из этого возраста. У нас немножечко другая культурная программа, поэтому до фонтанов мы не дойдем. Вместе с «Крылатой пехотой» – это еще и название музыкальной группы десантного училища. Вспели политики и главные правоохранители региона. Расплескалась «Синева», песня, которую наизусть и знают все. Синевою наполнять парашюты. Помимо выступлений артистов, традиционно десантники демонстрируют свою самую крутую и боевую технику. Особо интерес она, конечно же, вызывает у детей. БМД, БТР, «Ракушка» и «Тигр», парашютные системы. Сфотографироваться с современными образцами военной техники, стоящей на вооружении воздушно-десантных войск, смогли все желающие. 87-я годовщина со дня образования ВДВ проходила шумно, музыкально и патриотично. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась Под маргельским подесантным законам. Традиционно представители крылатой пехоты отмечают праздник и на площади Маргелова. Здесь они собираются, чтобы увидеться с друзьями, поздравить сослуживцев, прокатиться кортежем на ретро-автомобилях и почтить память павших товарищей. В этом году День ВДВ вновь проходит отдельно от Дня города. Именно 2 августа. Я считаю, что нельзя совмещать. Это отдельный праздник. Он должен отмечаться так, как сейчас он отмечается. Должны присутствовать те люди, которые болеют душой за ВДВ. Мне однажды задали вопрос и сказали, что такое десантное братство. Я думаю, у всех десантников есть один отец. Василий Филиппович Маргелов. И мы все его сыновья. И поэтому вот это нас объединяет. Среди собравшихся есть настоящие ветераны ВДВ. Василий Лыков служил, затем преподавал в войсках и в Рязанском училище ВДВ. Он отметил, что десантные войска сейчас развиваются во всех сферах. Собственно, по технике ВДВ это так называемая «ракушка». Это новый бронетранспортер или боевая машина десанта. Учебно-материальная база, конечно, здорово. Особенно взять вот этот Селецкий наш учебный центр в Сельцах. Это там целый комплекс, город. Там от парашютистов-десантников до подводников готовят. Так что в этом плане жизнь идет. Так что России есть чем за себя постоять. Далее все собравшиеся отправились в путь до авиабазы Дягилева на ретроавтомобилях. Это американский «Виллис», который был реконструирован Валерием Москвитиным, капитаном ВВС в отставке. Еще одна машина, восстановленный «ГАЗ» 1963 года. Два года восстанавливался, сейчас выглядит как новенький. У этой машины есть своя история. Машина служила в десантных войсках. Это машина маркировки «ГАЗ-69», аббревиатура «РХ». Это бывшая связь. Здесь раньше стояли станции. Осуществлялась связь. Андрей, как и Валерий Москвитин, занимается реставрацией старинных автомобилей. Они по кусочкам собирают машины, находя старинные чертежи, чтобы современное поколение, в том числе и дети, смогли не только увидеть машины, но и прокатиться на них. По пути до Дягилева все три ретроавтомобиля, передвигавшиеся кортежем, приносили массу эмоций окружающим. Одобрительные сигналы проезжавших мимо машин и фразы «Слава ВДВ» раздавались со всех сторон. Друг мой, полетной части по авиации, летал вот именно на этом самолете, Ту-16, бомбардировщик, в качестве штурмана. Он штурман был, капитан, Володя Герасимов. Они фотографировали Чернобыльскую аварию. Но им не сказали, что там радиация очень сильная. На низкой высоте летали, много раз летали, раз, два, три, четыре фотографировали. Именно этот самолет теперь стоит в Рязани, а десантники подчеркивают свою неразрывную связь с ВВС. Без них ВДВ, конечно, проблематично. Поэтому мы и чтим тоже ВВС, без них никуда. На этом тур по городу, конечно, не завершился. И наши десантники отправились дальше посещать памятные места. Поздравляем всю Россию с праздником из столицы ВДВ. Слава ВДВ! Гип-гип! Ура! 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 В Сараевском районе на обочине дороги обнаружили труп 13-летней девочки. Первой версией гибели было дорожно-транспортное происшествие. Но при осмотре тела выяснилось, что девочка истекла кровью от ножевых ударов. По предварительно установленным данным, вечером 1 августа неподалеку от села Жолобово Сараевского района между подозреваемым и проезжавшей мимо него девочкой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес множественные ножевые ранения с повреждением внутренних органов, вызвавших массивную кровопотерю, от которых девочка скончалась на месте, а подозреваемый с места преступления скрылся. В результате грамотно спланированных следственных действий и проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, практически в течение нескольких часов была установлена причастность к совершению данного преступления 36-летнего жителя Ухоловского района Рязанской области, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В песочне трехлетний ребенок выпал из окна. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России. Инцидент произошел утром в среду 2 августа на улице Новоселов. Предварительной причиной происшествия назвали неосторожность. Мальчика доставили в больницу. По факту следователи организовали проверку, в ходе которой выясняют обстоятельства. К другим новостям. На той же улице Новоселов недовольство жителей вызвала стихийная стоянка маршрутных такси. Отсутствие организованного места породило хаос. Набросаны мусор, грязь, рваные покрышки. Кто виноват, разбирался Валерий Седов. Маршрутные такси плотно вошли в нашу жизнь. Это быстрый и за некоторым исключением удобный транспорт. Но от этих автомобилей могут быть проблемы. Улица Новоселов. Дом номер 60. Здесь конечная остановка маршрутов номер 47, 73 и 98. Теперь это место превратилось в настоящую свалку. Мусорные мешки, пустые бутылки, шина и этикетки. Жителям ближайших домов это, конечно же, не нравится. Конечно, отрицательно. Как и все. Можно не спрашивать. Я живу вот в этом доме, близко очень. И мне это не нравится. И, наверное, всем жильцам нашим этого квартала. Должен быть какие-то туалеты еще. А так получится, их на произвол судьбы бросили и все. Их поднять можно, они исполнители. Вообще очень ужасно. Вообще от маршруток очень большие тут напряги, конечно. Во-первых, гуляешь и сигналят. Писать ходят и в одни кусты, и в другие. И, то есть, когда жарко, тут вообще пахнет от них. И очень много мусора. Юлия Савина ежедневно гуляет здесь с ребенком. Она рассказала, что запах – это не единственная проблема. По причине плотной стоянки маршрутных такси перейти дорогу теперь не так-то просто. Приходится выглядывать из-за ближайшего автомобиля, чтобы пройти по пешеходному переходу. Раньше стоянка маршрутных такси была у ближайшего торгового центра. Но по весне снег стал таять, и автомобили попросту застревали в грязи. Тогда было принято решение перенести часть машин на новое место стоянки. Буквально в нескольких ста метрах находится конечная другого маршрута. У них есть и урна, и биотуалет. В общем, все то, чего не хватает другим водителям. У дома номер 60 на улице Новоселов площадка для стоянки совсем не оборудована. Водители рассказали, что свалка на улице – не только их вина. В конце рабочего дня ночью приезжаешь уже часов в 10, в 11 часов. Здесь припаркованы легковые машины тоже. Не знаю, что они там делают. И как бы тоже кидают и бросают. Это не из-за одних маршручек. Ну и маршручки тоже есть, которые как свиньи себя ведут. Культурным водителям несложно по нужде дойти до ближайшего торгового центра. Мусор же они собирают в специальные мешки и выбрасывают на базе. Но факт остается фактом. Вся стоянка на улице Новоселов превратилась в настоящую свалку. И никто на это не реагирует. Наш телеканал отправил запрос в администрацию города. Мы ждем комментариев представителей власти. Радиотехнический университет на этой неделе выпустил рядовых с военной кафедры. Недавно ребята получили погоны, а теперь еще и дипломы. Кроме того, первая инженерная смена началась в лагере «Зеленый бор». Теперь ребят научат экономически обосновывать свои проекты. И то, и другое событие демонстрирует, насколько комплексные и разносторонние подходят к подготовке своих студентов в одном из престижнейших вузов города. Командный голос и хорошая физическая подготовка. Студентам Рязанского государственного радиотехнического университета вручили военные билеты и присвоили звание рядовой с зачислением в запас. Теперь они не просто гражданские специалисты. Параллельно с основным образованием молодые люди освоили военную специальность. По этой программе студенты технических факультетов и всех направлений и специальностей инженерно-экономического факультета имеют возможность пройти обучение на военной кафедре в течение полутора лет, один раз в неделю по методу военного дня. Обучением студентов занимаются кадровые военные. Они передают молодым людям многолетний опыт службы и эксплуатации техники. Мы получили реально опыт работы в полку. Автомат в руках подержали хотя бы. Это потрясающе. Очень серьезное достижение, я бы сказал. Завершающим этапом обучения для молодых людей стали военные сборы. В течение месяца студенты жили в казармах и теперь не понаслышке знают о суровых военных буднях. Но больше всего многим из них запомнилось принятие присяги. Когда ты присягаешь перед родным отечеством и присягаешь ему в верности, к чувству гордости, просто неизмеримое ни с чем. Обучение на военной кафедре и получение военного билета приравнивается к прохождению срочной службы. Таким образом, выпускникам Рязанского государственного радиотехнического университета не придется тратить один год на службу в армии. Боевую подготовку они прошли уже в стенах вуза. А те, кто любят технику и еще не выпустился из родного университета, отдыхают и учатся в лагере «Зеленый бор». Здесь стартовала первая инженерная смена для студентов Рязанского государственного радиотехнического университета. Программа достаточно обширная, но я думаю, что она нисколько не заменяет ту программу, которую мы готовим студентов. Когда студентов мы готовим именно по созданию каких-то продуктов, по разработке различных устройств, а здесь это будет им только в помощь. Необычный формат сразу пришелся по душе студентам. На эту смену было подано наибольшее число заявок. В ней приняли участие более 50 студентов с различных факультетов. За неделю они узнают не только технические, но и экономические тонкости инженерного творчества. Сам инженер должен прекрасно понимать маркетинговые вещи, где на рынке его изобретение будет использоваться и как его можно использовать. Вот когда видишь эту широту восприятия, я физик, привлеку химика, и тогда у нас получится совсем другой продукт. И с этим продуктом можно работать очень эффективно. Молодых людей и девушек ждет насыщенная образовательная программа с именитыми гостями. Им расскажут о том, как писать бизнес-план, на что обратить внимание при разработке бизнес-проекта, как сплотить команду, оформить документацию для участия в конкурсах и грантах. Останется время и на разработке собственных инновационных проектов. Всегда люди с конструкторским мышлением, с мышлением, который понимает механизмы, работу, того, что происходит в этой жизни, всегда востребны. Особенно, когда это специалист. В конце смены студенты представят на суд экспертов разработанные проекты. Ребятам предстоит попробовать свои силы в решении самых актуальных проблем региона. В продолжении позитивных новостей стоит сказать, что еще один подарок нашему городу сделали художники, рязанские авторы. В новом музее фотографии на Подбелке открылась выставка современного искусства. Своей целью авторы проекта ставят на еще не оформившейся городской площадке показать инициативу и многообразие молодого рязанского искусства. Поддержать того, кто делает первые шаги. Открыть возможность взаимодействовать и вдохновлять друг друга. Создавать живой диалог. Возможность обратной связи между создателем и зрителем. Это важная миссия признания и поддержка таланта каждого творческого человека. Каких в нашем городе немало. Самовыражение художников, скульпторов, фотографов не всегда находит понимание в широких кругах. Особенно сразу. Здесь, на новом арт-пространстве, теперь возможность заявить о себе будет абсолютно у каждого. И сегодня начало такого общения дала выставка «Параллели». На самом деле, по большому счету, для того, чтобы развеять сомнения наших молодых художников, и для того, чтобы сделать им такой вот реверанс, для того, чтобы они знали, что теперь у нас есть такая площадка, и они всегда могут к нам прийти, какие-то выставки, мастер-классы, лекции, кинопоказы, даже музыкальные какие-то выступления. Наряду с работами молодых участников на выставке представлены работы уже признанных состоявшихся мастеров. Настоящих профессионалов в своем деле, удивительных, волнующих и непостижимых. Название экспозиции не случайно. Эти параллели движутся в своем развитии, каждая, независимо друг от друга. Но все они создают огромное пространство, культурную среду нашего города. Мы постарались показать все направления искусства в одном пространстве. В будущем наш музей, конечно же, будет функционировать в первую очередь как музей фотографии. То есть фотография – это наш профиль, а остальное будет идти попутно. Поэтому залы будут посвящены фотографии в первую очередь. И все наполнение музея тоже будет в первую очередь посвящено именно фотографии как такому жанру искусства. Музей фотографии в будущем, конечно, будет заточен в основном на экспонировании представителей фотодела. Своей задачей учредители музея ставят ни много ни мало – показать каждому творческому человеку, что он достоин признания и является маленькой составной частью культурного наследия целой эпохи. Донести до каждого участника, что его деятельность важна в масштабе города. В рамках празднования Дня города в фотодоме пройдут еще мероприятия. 29 июля в субботу в 17 часов – молодежное открытие, уличное искусство, выступление диджея школы Олега Афонина, выступление танцевальной команды Chief Rockers. 30 июля в воскресенье в 16 часов – интеллектуальное открытие, фотография, скульптура, перформанс, выступление музыкальной формации «Жуир» в лице Валерия Майорова и выступление театра «Дом». На этом у меня все. До следующих выпусков. Всего доброго. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье – все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? А где живешь ты? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова